Каждая сила по очереди совершает три хода. Задающий, определяющий и завершающий. Побеждает то одна сила, то другая. Победитель на время получает благоденствие. Проигравший также на время погружается в разрушение. Итак, партия за партией. Киностудия «Донфильм» основана в 2016 году режиссером Дмитрием Зодчим как некоммерческое образовательное предприятие, призванное изменять объективную реальность. Первый фильм «Замысел» объединил тысячи людей, которые поддержали идею строительства здания киностудии. Благодаря денежным перечислениям зрителей за короткий срок было с нуля построено здание киностудии. Многие зрители приняли непосредственное участие в строительстве на субботниках и в стройотряде. Киностудия «Донфильм» поистине народный проект. И это не пафосные слова, а факт. Сейчас идут внутренние и отделочные работы в новом здании киностудии и в то же время набирают обороты процесс подготовки к съемкам нового фильма. Местонахождение киностудии – Донецкая Народная Республика, город Шахтерск. Именно посредством кинематографа происходит моделирование поведения человека, его образа жизни и направления движения общества в целом. Наша задача проста и безумно трудна одновременно – преподать урок собственным приобретаемым опытом. Наша задача не только спроектировать справедливое будущее, но и показать пути и этапы его реализации. Меценаты и благотворители не имеют права влиять на творческий процесс предприятия, вносить дополнения и корректировки. Все пожелания могут носить только рекомендательный характер. Из народного интервью Дмитрия Зочева «Где купить игру силы?» Ее нет в продаже. Существует в единственном экземпляре у меня. Предложения по производству и выпуску игры были, но все осталось на уровне предложений. Отчасти из-за моей занятости. Когда есть большое желание, оно становится несокрушимым намерением. Когда есть четкое понимание цели, намерение становится направленным действием. И именно такие дела меняют мир. Мы обратились к зрителям замысла с предложением принять участие в доработке и оттачивании правил игры силы. А Иван, представитель объединения «Свои» из Адыгеи, увидел в этом предложении большие возможности. Собрался и отправился в поход по городам и весям. Игра заставляет думать, задумываться, считать, вникать в суть представленных сил. Она вызывает живейшие интересы, заставляет мыслить не шаблонами, а искать новые подходы, сопоставлять, анализировать. Игра также будет прекрасным поводом для более активного взаимодействия, встреч. А сотворчество и сами алгоритмы, заложенные в игре, помогут людям осваивать принцип принятия нестандартных решений. «Для меня личная игра – меч-кладенец, и теперь я могу врубиться в тернии, а не запутаться в них», написал нам Иван. И мы поддержали его идею. Первая встреча с игрой силы состоялась в Кубанском охвате. Также Иван уже посетил строящуюся артель «Горячий ключ», недалеко от поселка Первомайское. А в городе Новороссийск состоялся квартирник. Познакомились, пообщались вживую, посмотрели вместе замысел, обсудили его, и самое интересное – поиграли в силы. На данный момент несущий силы Иван побывал уже в таких местах, как город Новороссийск. Артель «Горячий ключ», города Воронеж, Ливны, Орел, Липецк, Рязань, Самара, Тольятти. 27 января готовится встреча в Москве. Поэтому вот это будет наш коллективный ход. Мы сейчас, у нас есть возможность сделать Донфильм более узнаваемым. И это надо делать с какой-то периодичностью. Будут приходить новые люди, и чтобы они заходили не в болталку, потому что, да, ну, тут о всяком мы разговариваем, а они должны попадать вот туда, на основной канал, где будут видны дела. Понимаете, дела, движение. Коллективное движение. То есть двигаемся, двигаюсь. Я вот говорил это в разных местах. Двигаюсь не я, двигаемся мы в моем лице. Это надо четко себе уяснить. То есть я иду просто, я на острие, вы за мной. Все, кого я повстречал, мы единым фронтом. Объединение состоит из охватов, региональных представительств Донфильма для удобной, слаженной и эффективной работы участников из разных регионов. Мы не придерживаемся общепринятого деления по федеральным округам, областям и районам. Охват – это пространство реки, а река течет без согласия разделяющих кабинетов. Этим мы утверждаем пространство без границ их заборов. Чтобы стать участником, достаточно просто зарегистрироваться на форуме, выбрать свой охват и присоединиться к нему. А подписчиков и просто зрителей из Казахстана я приглашаю в Иртышский охват, представителем которого я являюсь. Ссылка на сайт Донфильма будет в описании к ролику. Засим всех обнял. Я долго думал, с чего начинать, но раз с чего-то надо, пожалуй, расскажу о том, чем я занимаюсь в свободное от проведения встреч время. Занимаюсь я тем, что анализирую то, с чем я уже столкнулся, и с чем, вероятнее всего, придется сталкиваться очень часто. А сталкиваюсь я, например, с тем, что люди, приходя навстречу, единицы из них нацелены на какое-то дело. По большей части люди приходят, на мой взгляд, вот то, что я вижу, для того, чтобы высказаться, поделиться вот теми измышлениями, что ли, к которым они пришли и которые для них комфортны. Вот они очень часто считают, что вот то, как они видят этот мир, это наиболее правильный, что ли, вариант этого видения, наиболее правильный, эффективный способ жить. И каждый считает, что именно он знает, как нужно. И вот я сижу и думаю, сколько таких будет еще людей, и думаю, как вот их быстрее приводить, что ли, к единому знаменателю, чтобы вот показать людям, что можно каким-то образом убрать личное и направить всю эту энергию, с которой люди вот так отчаянно защищают свои какие-то позиции, хотя на них никто не нападает. Как вот эту энергию перенаправить в то русло, чтобы вот в созидательное, когда бы они могли делать что-то не для себя, а для общего дела. Вот это один из тех процессов, которые происходят в моей голове. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули, чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. Я буду играть за медведя? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. За последней партией медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Кругом одни менеджеры да аналитики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова